Весной этого года в самом главном парке Казани открылась экспозиция, посвященная пациентам с болезнью Бехтерева. Социальная акция обратила внимание горожан на данную болезнь, заставила их задуматься о своем здоровье. Естественно, большое внимание уделяется со стороны властей, и нам очень приятно, что проводятся всякие подобные акции. Люди своевременно узнают об этом заболевании, обращаются к ревматологу. В дальнейшем это, безусловно, принесет большую пользу. Несмотря на то, что Татарстан лидирует в ранней постановке диагноза этой болезни, многие даже не задумывались, из-за чего же у них каждый день болит спина. Болезнь Бехтерева имеет непосредственное отношение к ревматологии, потому что, по сути, это является воспалительным заболеванием суставов позвоночника. Поражает в основном молодой трудоспособный возраст, в большей части мужчин молодого трудоспособного возраста, бывает, что и даже детей. И вследствие этого имеет свою непосредственную актуальность. Распространенность примерно около половины процента, половина процента от общего населения нашего региона, они поражены этим заболеванием. Университетская клиника Казанского федерального университета в лечении болезни Бехтерева используют различные методы, в число которых входят самые современные. В своей практике в университетской клинике КФУ мы используем различные широкие методы лечения данного заболевания, начиная от стандартных методов лечения, такие как противовоспалительная терапия, цитостатическая терапия, физиотерапевтические методы лечения, массаж, лечебная физкультура, гимнастика, заканчивая современными методами лечения, являющейся вершиной в современном развитии ревентологии. Это терапия геноинженерным биологическим препаратами. Но главное правило лечения любой болезни – это своевременное обращение к специалистам. Олег Ашин, Владимир Нелюбин, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова